Всем привет! Сегодня ездили в Сургутскую библиотеку городскую по адресу улицы Республики 78.1 с целью выяснить поступила ли новая редакция Конституции с изменениями в печать. Главный ход находится здесь. Мы решили подойти вот с этой стороны. Я успел дойти вот до сюда и сверху на нас посыпался снег. Вот здесь у главного входа уже подходил к главному входу мужчина с маленькой девочкой. Вот отсюда была одна куча, отсюда вторая, отсюда и отсюда. То есть четыре кучи. Я не успел подойти, то есть передо мной был этот снегопад. А мужчина с девочкой успели уйти. То есть чисто случайность, что никто из нас не попал под эту снежную лавину. Как видим крыша сделана везде покатой и никаких ограничителей не стоит. То есть снег падает регулярно. То же самое с этой стороны и с этой. Вот здесь снег сошел. А вот здесь получается с этой стороны, когда мы уезжали, мы видели, что снег с этой стороны не сошел. И до сих пор существует опасность. Как видим здесь люди очень часто используют этот маршрут. Получается вот эта вся зона в районе 10 метров, она находится в главе на опасной зоне. Это чисто и случайно, что никто не пострадал. Дальше смотрим видео. Только что обрушился снег с крыши. Вот такие глыбы снега. Ну высота где-то сантиметров 40. Вот как раз на пути следования всех пешеходов. То есть снег не чистился, огородили буквально, смотрите, метр. Метр где-то, да, полтора. Осыпалось все вот сюда. То есть вот как раз главный проход, где все люди идут. Вот они идут. Получается вот так вот напрямую. Мы именно вот так хотели пройти. Я остановился вот здесь. Снег с крыши вот так вот упал. Ничего не чистится. Вот люди стоят в шоке. Раз, два, три, четыре. Четыре кучки больших. То есть четырех человек как минимум могло накрыть. Это центральная библиотека города Сургут. Можно дверь открыть, может быть? Сейчас, секунду. Открой, пожалуйста. А кто у вас отвечает за чистку снега? Уже вышли. У нас вчера была машина, да. Все чистили. Ну что-то, видимо, они дочистили. То есть вы ждали, пока все осыпется, потом машины можно убрать, да? Нет, нет. А почему-то... Они с крыши у нас регулярно накапливается снег. Регулярно? Чистят. Чистят регулярно. Так если регулярно чистят и регулярно осыпается, почему ограждение сделано на расстоянии метр-два максимум, когда снег падает на расстоянии десяти метров? Не знаю. Вот я чуть не попал под этот снег. Вы сами ходите... Вы знаете, да, что у вас тут сцепится? То есть вы обходите этот участок? Ну, я не знаю, я с этой стороны не хожу. Вы с той стороны, да? Захожу с той стороны, да. Мой обход с краю называется, да? Нет, я поняла. Сейчас вот выходил у нас... А вы мне не указывайте, что мне делать. Я сам знаю, что мне делать. Я журналист, я веду репортаж. Не мешайте мне, пожалуйста. Не воспрепятствуйте законной деятельности журналистов. Благодарствую. Вот, получается, снег-то упал, и никто его не чистил. Ну, вот, сейчас, я не знаю, там будут разбираться руководство, кто виноват. А пойдем, сходим в администрацию, пообщаемся. Могли девочку потом выкапывать. Да? А что, мы вот сами чуть не попали. Да я... Ну, увидели же. Что значит увидели? Почему ограждения не стоят? Ну, это не ко мне вопрос. Ну, сейчас я... Так, Елена... А, вы на 5 минуты. Так зовут. И она же выходила уже, все это посмотрела. Мы ее сразу вызвали. Она вышла, посмотрела. Я не знаю, как было. Получается, вот эта вся зона в районе 10 метров, она находится в голове на опасной зоне. Это чисто и случайно, что никто не пострадал. И так происходит из года в год. На протяжении уже 19 лет библиотека введена в эксплуатацию в 2001 году. И никто ничего с этим не делает. Не выставляет ни ограждения на правильном расстоянии. Не предпринимает каких-либо действий, чтобы таких ситуаций не возникало. Снег не очищает. Формацию крыши не меняет. Мы обязательно повестим и администрацию, и мэра города, и руководство библиотеки. И будем следить за ситуацией. На этом все. Всем благодарю. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...